МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где-то странные пятна. Наш аграрно-технологический университет именно то место, где мне все объяснят и расскажут. Цветы по осени. Первое, что начинает плохо расти, это, конечно, недостаток света, который проявляется с тем, что у нас осенью солнышко светит меньше. Второй момент у нас с вами идет понижение температуры, которое тоже для растений сказывается неблагоприятно. Никогда не задумывалось, что цветы, хоть и комнатные, а реагируют на смену сезона так же, как уличные растения. И чтобы им помочь, раз они на зиму не засыпают, нужно обязательно их подкармливать. Но прежде цветок надо внимательно рассмотреть, чтобы понять, что именно ему не хватает. Давайте сделаем такой осмотр. Для этого мы сейчас с вами посмотрим листочки сверху. Ровные, зеленые, одинакового размера. Смотрите, здесь появляется краснота. Вот такие пятнышки бурые, да? Красные бурые пятнышки. Это говорит о том, что это недостаток фосфора. То есть растению нужно немножко добавить питание. А вот если листок бледный, желтоватый у прожилок, чуть меньше размером, чем обычный и более тонкий на ощупь, то это признак недостатка у растения азота. Если молочаю нашему сейчас не помочь, то через 2-3 месяца он может совсем зачахнуть. На сегодняшний день существует такое интересное удобрение, как азотофосфат, который прежде всего содержит азота в виде двух форм, которые хорошо усваиваются и в кислой, и в щелочной реакции среды, и фосфор, который легко доступен для растений. Азотофосфат – универсальное высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее стартовый весенний фосфор для улучшения развития растений. Применяется на всех типах почв с одинаковой эффективностью и под все сельскохозяйственные культуры. Азотофосфат используют для основного внесения под обработку почвы, а также в качестве подкормок в период вегетации. Данное минеральное удобрение производит компания «Уралхим». Азотофосфат на различные овощные, плодово-ягодные и цветочные культуры действует гораздо эффективнее, чем просто смесь азота и фосфора. Происходит это за счёт равномерного распределения веществ в почве и лучшей их доступности в системе растений. Азотофосфат можно применять даже в засушливых условиях. При помощи этого удобрения растения становятся здоровее, крепче, и это им помогает противостоять болезням, перепадам температур и другим неблагоприятным погодным условиям. Но о дозировке забывать не следует. Внимательно изучать аннотацию и точно класть столько, сколько в ней указано. Итак, сколько нам нужно удобрения, чтобы полечить наш цветок? Наш цветочек нужно подкормить. И для этого мы с вами возьмём 5 грамм на 5 литров воды. Давайте будем готовить этот раствор. Конечно, все 5 литров мы сразу не израсходуем. Для полива одного молочая хватит и 500 миллилитров. Соответственно, удобрения на это количество отстоявшейся воды комнатной температуры нам надо всего полграмма. Как раз столько необходимо для 2-3 литров грунта, как у нашего цветка. Удобрение это хорошо перемешивается и растворяется в воде. А в сухом виде можно его использовать? Да, его можно использовать. И в условиях дома можно взять щепотку в руки и рассыпать по диаметру горшочка. А затем обязательно полить. Внесённое сухое удобрение, хоть и довольно быстро растворяется, до корневой системы будет доходить постепенно. А вот готовый раствор – это экстренная помощь растению. Я узнала, что 10 месяцев в году из 12 все комнатные цветы нуждаются в подкормке. Ведь больше питательных веществ им взять неоткуда. Но кормят домашние растения не просто так, а по определённому графику. Сейчас осень, подкормочка должна проводиться раз в месяц. И это где-то в период до декабря. В январе растения не подкармливаются, и подкормочки уже начинаются с февраля месяца. До марта. А с марта мы уже с вами можем подкармливать каждую недельку. Зотофосфат можно использовать для всех растений. Но при этом добавить немножечко фосфора и калия. Зимой даже у комнатных растений все процессы замедляются. Поэтому того питания, что мы им дали с осени, цветам хватит. А вот весной, когда день удлиняется, солнце становится ярче и теплее, начинается бурный рост. Микро- и макроэлементов растению нужно больше. Итак, осматриваем наши домашние растения. И если видим, что листочки становятся тоньше, бледнеют, а на обратной стороне появляются краснобурые пятна, знаем. Это острый дефицит азота и фосфора. Помним, что кормить наши комнатные цветы нужно. В сентябрь, октябрь и ноябрь один раз в месяц. Декабрь и январь пропускаем. В феврале снова один раз. А вот с марта до самой осени еженедельно. Если все правила мы будем соблюдать, то у цветочков тоже будет все в порядке. Они будут расти, зеленеть и радовать своим цветением. И еще, чтобы удача была и на даче, и в домашних делах, все делаем с хорошим настроением.